Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте всем! Сегодня небольшое видео на тему, как праздновать Валентинов день, День Святого Валентина в Канаде. У меня прошел первый раз такой тут Валентин день. Значит, это хороший праздник, да? Вы все знаете, что мы начали его праздновать очень давно. Ну, как очень давно? Ну, наверное, для молодежи это всю жизнь уже мы вот, как бы, наверное, лет 20 назад уже началось празднование, да? Потому что он связан с любовью, это очень приятный день, когда все признаются дорогой любви, дарят Валентинки, еще какие-то подарки. Так вот, в Канаде есть определенная специфика, как это все происходит. Значит, это происходит немножко здесь по-другому. Значит, почему? Потому что они поздравляют Днем Святого Валентина, могут поздравить маму, бабушку, я не знаю, папу, всех, кого они любят. То есть это немножко такой другой день. Но в то же время много именно пар, когда пары, они ходят в рестораны, какие-то мероприятия проводят. Значит, я обратила внимание, ну, когда вот открытки продаются, да, в магазинах, да, то там реально именно поздравления именно с Днем Святого Валентина, они разделяются. То есть есть такие романтические поздравления, то есть когда вы именно вот свою романтическую вторую половину, да, которую вы реально любите, да, вы поздравляете, мешаете в Валентинку. А есть, ну, родственникам там, да, всех, всех, кого вы хотите поздравить или кому-то есть внимание, да. Значит, это хорошая традиция, достаточно приятная такая, да. Да, да, и, ну, как бы день любви такой всеобщий, да, и все там кто-то подарки дарит, ну, кто что, кто чем занят, да. Расскажу, как примерно вот, допустим, у меня прошел, потому что у меня была работа с утра, вот, и именно на работе мы пообщались с коллегами, да, кто что будет сегодня делать. Так вот, я вам хочу сказать, канадцы некоторые не такие уж большие романтики, да, что они, например, один коллега у меня Гевин, он что? Он и с женой уже давно вместе живут, они просто будут, я не знаю, сидеть на диване и смотреть телевизор. Тогда я рассказала про наши планы, потому что мы планировали там сходить в кафе, в ресторан сначала, в бар какой-нибудь покушать, а потом пойти в кино. Ну, и понимаешь, что эти планы тоже не прямо вот какие-то там супер романтические, но мы и так приятно проводим время. Надеюсь, многие из вас тоже любят кино, ходят туда и покушать вкусно любят в каких-нибудь кафе, ресторанах. Ну, такой вот день, когда вы проводите время приятно, да. Естественно, там цветы, там все это было, да, просто подарки, да, но самое приятное это провести время вместе, чтобы вы понимали, это замечательно. Вот, значит, второй коллега, он очень такой, у него такая жизненная ситуация, он вообще в разводе, и у него своих двое детей, ну, вот, с сыной бывшей. Вернее, они даже не развелись, просто расстались, вот, и у него есть герлфренд, у которой трое детей, чтобы вы понимали, да, то есть весь в детях, значит, и у него были планы такие, еще и племянница у него, да, то есть он играл племянницам, планировал взять племянницу и поехать на хоккей. Значит, специальный хоккей там для девочек проводит, и вот он сопровождал и помогал. Вообще, тут хоккей особая тема, да, многие очень играют в хоккей, я даже встретила одну клиентку, да, я ей помогала делать бухгалтерию, и она занимается вообще печенье делает, да, ну, у нее такая маленькая бейкерия, да, вот, и по воскресеньям, в принципе, она меня тоже пригласила на этот хоккей ходить, да, у них женская команда, все ходят, играют в хоккей, но я еще пока не решилась, даже не знаю, насчет хоккей, я в него никогда не играла, на коньках я, конечно, каталась, да, но вот это, на этом и все, да, поэтому, но многие канадцы просто обожают хоккей, и, кстати, это полезно для здоровья, то есть кататься на коньках, и еще и тим-лёк, то есть тим-плей такая, да, то есть умение играть в команде, это приветствуется, да, поэтому по вторникам многих, да, и вторник, четверг, многие ходят на разные спортивные мероприятия, и по выходным тоже, так вот, в день Святого Валентина тоже ходят, да, значит, моя дочка, да, у нее бойфренд, значит, они вот поехали с ним, сняли какой-то то ли домик, то ли там где-то, в общем, симпатичное местечко, какое-то бунгало, да, и там на романтический ужин, там закат посмотреть, в общем, на звезды, вот такое вот интересное мероприятие, где-то за городом, значит, не так далеко, но, тем не менее, вот, готовились, готовились, она вчера там готовила календику в Шоколаде, в общем, было очень приятно, позавчера, да, сегодня уже вот, следующий день после Валентинного дня, да, вот, потом, что тут, тут очень много мероприятий в Торонто проходит, потому что Валентина в день, это тот же самый День Святого Валентина, любые, любой ритейл, любая торговля используют для увеличения своих продаж, то есть они готовят очень много разных специальных подарков, в общем, много всего, и эти подарки иногда, ну, обычные совсем, иногда необычные, то есть достаточно, ну, интересно на них посмотреть, вот, и все это хорошо продается, именно перед Днем Святого Валентина, когда люди такие на ажиотаж, я вам хочу сказать, я, значит, 14-го числа, значит, с работы ушла пораньше, да, ой, это вчера, а, позавчера, 13-го числа я ушла с работы пораньше, и вечером, да, заехала, а, я ездила к клиенту, значит, на вторую работу, вот, и потом, значит, ехала обратно, зашла в магазин в один, тут есть хорошие магазины, там, Winners и Marshalls, да, вы всегда слышали про них, одни из моих любимых магазинов, мне они очень нравятся, еще первый раз, когда я в Америку попала, Marshall, мне очень понравился, вот, значит, зашла в Оманвиле в этот магазин, и потом дочка попросила там кое-что купить, и там Волмарт рядом, так вот, я зашла в Волмарт, это был день перед Днем Святого Валентина, и там было очень смешно, потому что запоздалые люди, да, которые в свое время, как бы, не купили там подарки, не вовремя там открытки, какие-то, ну, в общем, где-то не сделали такие покупки, да, вот, они как раз там находились, да, и такие стояли около витрин, смотрели там, кто-то цветы покупал там, очень много мужчин, покупали цветы, очень многие просто там подарки какие-то смотрели, там были корфеты, я так понимаю, молодежь там девушку своим что-то покупала, то, что в Волмарте цены такие, не такие дорогие, да, и в принципе люди, ну, там обычные покупки делают, и, но там есть все, там вкусный шоколад, и, кстати, и брендовая одежда очень часто дается, да, да, видите, у нас сегодня прекрасный рассвет, и было утром минус 8, правда, да, но днем будет, я не знаю, сколько там, минус 2, кстати, как-то так, здесь уже начались небольшие перепады, то есть весна уже скоро, вот, и вот День Святого Валентина прошел прекрасно, я посмотрела, кстати, Евроньюз, там, где в таких странах, какие там мероприятия проходят, то есть этот день используют очень многие бизнесы для того, чтобы заработать денежку, чисто, вот, а люди, люди в этот день просто, там, говорят кому-то, что любят его, или там много всего, да, происходит, например, мой муж говорит, что у него каждый день День Святого Валентина, это хорошо, это приятно, да, и так и должно быть, ну, конечно, каждый день День Святого Валентина бывает, нам, женщинам, например, этот праздник очень нравится, так что, дорогие мужчины, если вдруг у вас там ваша жена, девушка появилась, вот в этом уже году, например, появится, вы не забудете в этом году поздравить, потому что, если вы забудете, а, кстати, один мой коллега, он забыл про этот день, да, мы ему 13-го числа напомнили, да, он тоже уже давно женат, вот, и просто, ну, вот, как бы у него одна работа тоже, вторая работа, у 13-го много работают, и он совсем про этот день позабыл, как я всегда думаю, поэтому, поэтому, конечно, надо помнить, записать себе в календаре, может, еще все напомнят, вот, я вас тоже поздравляю с этим днем, надеюсь, он у вас прошел хорошо, если у вас будет время, напишите в комментариях, как вы его провели, но я понимаю, что не у всех есть это время, да, вот, но тем не менее, надо его выделять для себя, и на свою вторую половину, и, кстати, если что, я и собачку поздравила нашу, то есть, я купила маленький подарочек, не только своему супругу, а и детям тоже, да, и собачку поздравила, да, потому что, знаете, всем приятно получить какой-нибудь маленький подарочек, такой день, да, всем пока, хорошего дня, счастливо, до новых встреч, Субтитры создавал DimaTorzok